Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1825, 7 том. В житиях не раз говорится, что муж с женой жили фиктивно, как брат с сестрой. Как на это реагировали их родные, когда как-то узнавали? Ответ Игнатия Лапкина. Для многих родных это было страшным потрясением, ибо они ждали наследников, а здесь вышел пустоцвет, по их мнению. 1 Коринфянам 7, 5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 12 марта. Феофан. Увы, мне несчастному, — вопил отец, — увы, окаянной старости моей. Из-за непотребного зятя моего он бессмысленно тратит богатство и понапрасну губит мою юную дочь, не живя с нею по-супружески. И нет мне никакой надежды утешиться внуками своими. И зачем он взял ее? Зачем прежде брака не нарушил обета обручения и не отказался от нее, дабы не привести ее, столь юную, в такое несчастье? А мою старость — не подвергнуть еще большей печали. У меня двойная печаль. Я сожалею о дочери моей, что она, будучи замужем, не имеет мужа и не может быть матерью. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.